МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагическая дата. Молодежь зажгла свечи в память о погибших в Южной Осетии. Последние штрихи. Глава города контролирует ход ремонтных работ в школах. Спортивный праздник. Армаверцы отмечают День физкультурника соревнованиями. Здравствуйте в студии Марины Белова. Вместе с нашими корреспондентами познакомлю вас с основными событиями из жизни города. Десятки свечей зажгла армаверская молодежь в память о тех, кто погиб при ракетно-артиллерийском обстреле столицы Южной Осетии Цхинвала и других населенных пунктов в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Шесть лет назад первыми жертвами грузинской агрессии стали российские миротворцы и местные жители. Почему такие уроки истории актуальны в наше время в первом сюжете выпуска. Минута молчания как дань памяти тем, кто погиб шесть лет назад в результате ракетно-артиллерийского обстрела Цхинвала. Только по официальным данным это полторы тысячи мирных жителей. Хромаверская молодежь собралась на берегу реки Кубань, чтобы выразить солидарность народу Южной Осетии. Каждый человек должен помнить такие даты. Это прошлое, как бы это было. И нужно дать дань памяти тем людям, которые геройски стояли за свою родину. И тем людям, которые помогали посильно, чем могли. Мне кажется, каждый человек должен щитить память погибших в любых катастрофах, в любых боевых действиях. Поэтому мы здесь. В тот год Армавир не остался безучастным к трагедии. В городе были организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Жители размещали у себя беженцев. История повторяется. Только теперь поток вынужденных переселенцев идет с Украины. Государства, которые вмешиваются в политику другого государства, сопредельного России, создают условия для какой-то вражды с братским народом. И хочется сказать с сожалением, что есть те люди среди наших братьев, украинцев, которые поддаются и идут на это. Мы видим многочисленные гибели, многочисленные жертвы. И действительно, это урон, потеря для каждой семьи. Акция памяти жертв грузинской агрессии в Цхинвале – это напоминание о том, как хрупок современный мир и насколько важно его беречь каждому из нас. К другим новостям. До начала нового учебного года осталось немногим более трех недель. К концу августа все образовательные учреждения должны сдать паспорта готовности. Практически везде близится к завершению плановый ремонт. Остаются последние штрихи. Покраска панелей в коридорах, уборка строительного мусора, мытье окон. Ход работ находится под постоянным контролем главы города Андрея Харченко. 6 августа он побывал в 4-й и 12-й школах. В комбинированной мастерской 12-й школы градоначальника заинтересовала организация учебного процесса. Одновременно полукласса они обеспечены. У нас идет проектирование, проектное задание. Ребенок выбирает, это понравилось, что ему изделие, тема, которая будет работать. В течение полугода, но в зависимости от сложности, они делают интереснейшее, конечно, изделие. Не остались без внимания мэра вестибюли, кабинеты, пищеблоки, спортивные залы. Школы, на ремонт которых средства выделялись из краевого и местного бюджетов, совсем скоро будут готовы принять учеников. Продолжаем выпуск. Приехать, увидеть и применить. Кубанская делегация изнутри узнала, как работает образовательный форум «Селигер». В Тверской области 18 руководителей отделов по делам молодежи отправились на семинар-совещание. Чем поразил форум специалистов Краснодарского края, что было взято на вооружение, а что уже реализуется в Армавире, в материале Алены Безовчук. Образовательный форум «Селигер» для тысяч молодых и активных стал отправной точкой их карьеры. Они приезжали на берег озера в Тверской области с одним лишь проектом, а домой отправлялись с грантом на его реализацию. Работу форума изнутри увидели руководители органов по делам молодежи Кубани. Делегация прошла по всей территории и набралась впечатлений. Конечно же, удивил количеством участников лагеря. Это маленький город, это маленькая жизнь. Когда находишься там, понимаешь, что люди идут на какие-то занятия, передвигаются по территории лагеря и несут в определенную цель. У них каждая минута практически расписана. Действительно, у форумчан свободного времени практически нет. Помимо ежедневных образовательных лекций по профилю выбранной смены, для них организованы развлекательные и оздоровительные мероприятия. Встречи с VIP-гостями, скалодром, турполоса, дайвинг, концерты известных музыкальных групп. Кубанская делегация «Время» на форуме тоже провела с пользой. Они стали участниками специального семинара совещания, где обсуждались новые методы работы с молодежью. Но, как оказалось, Армавир много из предложенного уже попробовал. Те технологии, которые они рассказывали, мы уже частично применили на своих ребятах. Это тот же день с властью, когда ребята из молодежного совета провели полностью день рабочий с руководителями соцблока, администрации города. И смогли почерпнуть какой-то положительный опыт. Это проводится также и на территории Российской Федерации в целом. По примеру Селегера, в Краснодарском крае был организован форум «Регион-93», а в нашем городе работает лагерь «Патриоты Кубани». В этом году первая смена откроется 20 августа. Мы постараемся насытить этот поход, так называемый, муниципальную смену различными видами активности. И также сделаем тур-полосу, спортивными мероприятиями. И будем приглашать гостей, которые будут проводить семинарские занятия, лекционные, встречаться с нашей молодежью. За три смены в палаточном лагере успеют побывать 50 человек. Уже сейчас есть желающие – это ребята из молодежного актива и школьного самоуправления. Алена Безовчук, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. За семь месяцев этого года в Краснодарском крае в зонах пешеходных переходов совершено 208 наездов на граждан. 15 человек погибли и 201 получил ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число таких аварий и раненых в них людей увеличилось. Главный госавтоинспектор региона Александр Капустин отметил, практически все наезды были совершены по вине водителей. Что говорит не только об игнорировании требований правил дорожного движения, касающихся проезда пешеходного перехода, но и о неуважительном отношении со стороны обладателей транспортных средств к пешеходам, передвигающимся по своей законной территории. В связи с этим госавтоинспекция Кубани объявляет о начале общекраевой профилактической операции «Пешеходный переход». Новости спорта. Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Неделю спорта в честь этого праздника в Армавире открыла спартакиада на призы главы города среди команд микрорайонов и сельских округов. Вслед за взрослыми участниками эстафету приняли дети. В воздухоопорном комплексе «Лидер» за победу боролись команды общеобразовательных школ, спортивных секций и ТОСов. Тему продолжит Лариса Юровская. Соревнования среди школьников на призы главы города в Армавире всегда проходят с большим оживлением. Ученикам и воспитанникам спортивных секций интересно почувствовать себя командой и помириться силами с соперником. Впрочем, слабаков на таких турнирах не бывает. Очень интересно участвовать, потому что ты участвуешь в соревновании и знаешь, что тебе надо победить. Большинство участников в первый раз пришли на серьезную тренировку в шесть лет. С тех пор ребята ходят в кружки и секции и стараются попробовать себя в разных видах спорта. Я занимаюсь спортом с шести лет, а мне сейчас одиннадцать. И спорт улучшает здоровье и мускулатуру. Я стал более сильным, выносливым, меньше болею. Советую всем начать заниматься спортом. Спартакиада на призы главы города проходит в два дня. Организаторы составили интересную программу для ребят. Пионер-бол, велопробег, дартс, эстафеты. В отделе физкультуры и спорта стараются спланировать летний оздоровительный отдых детей так, чтобы на протяжении трех месяцев площадки и стадионы не пустовали. Август всегда как бы выпадал из общего контекста летнего оздоровления. Вот для того, чтобы еще и в августе мы их нагрузили именно спортивными какими-то мероприятиями и состязаниями, было принято решение по поручению также главы о том, чтобы мы разработали вот эти положения спартакиада среди детей и взрослых на призы главы. Кто из ребят станет сильнейшим, покажет второй день соревнований. Призовой фонд достаточно серьезный. 30 тысяч на приобретение формы и спортивного снаряжения от главы города получит команда победителя. По 15 и 10 тысяч рублей – те, кто выиграл серебро и бронзу. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Марине Локтевой. Она уже в студии и готова рассказать о погоде. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в понедельник будет малооблачно. Ночью столбик термометра покажет 23, днем поднимется до 32 градусов. Подует юго-восточный ветер силой до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Что касается праздников, 11 августа Русская Православная Церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца. Также в этот день в Москве был открыт международный аэропорт Шереметьево. А по центральному телевидению в СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». На этом о погоде у меня все. Я желаю вам удачного начала рабочей недели. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио Армавира и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова